Всем привет! Каждый день команда Универньюз готовит для тебя порцию свежей студенческих новостей. В эфире я Диана Шилова и мы начинаем. В эфире я Диана Шилова и мы начинаем. 23 января состоялась ежегодная пресс-конференция, на которой ректор КФУль Шадгафуров, проректор по экономической деятельности Марат Софиулин, а также проректор по образовательной деятельности Дмитрия Таюрский озвучили итоги деятельности университета. На пресс-конференции ректор КФУль Шадгафуров рассказал об организационных, исследовательских и образовательных итогах года университета. У нас была принята долгосрочная стратегия развития КФУ, которая ежегодно корректируется в зависимости от тех результатов, которые мы достигли. Мы, по сути, достигли практически всех тех показателей, которые сами перед собой ставили и которые были утверждены нашими учредителями. Отдельное внимание во время пресс-конференции было уделено образованию. Оба лицея КФУ лицей имени Николая Ивановича Лобачевского и IT-лицея КФУ вошли в топ-100 в России по конкурентоспособности выпускников. Продолжилось и планомерное движение КФУ в мировых академических рейтингах. Нам очень приятно сообщить, что год для нас очень неплохим. Мы поднялись и самое главное достижение, что мы расширили свою представительность в этих международных рейтингах. Стоит отметить, что в этом году Казанский федеральный университет занял второе место по числу иностранных студентов. Развитие международного сотрудничества задало новый вектор роста для университета. Знаковым стало закрепление многолетней дружбы с Казахстаном на самом высшем уровне. В этом году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев стал почетным доктором КФУ, приняв это звание в знак признания роли Казанского университета в развитии межгосударственных отношений. КФУ утвердился в роли стратегического партнера в сфере науки образования и для Узбекистана, Республики Кореи и Китая. Каждый год мы пересматриваем образовательные программы, но прошлый год был особенным, поскольку мы поставились перед целью актуализировать все наши образовательные программы с точки зрения вызовов современности, с точки зрения тех вызовов, которые стоят как перед страной, так и во всем мире. Полную версию пресс-конференции по итогам года деятельности Казанского федерального университета вы можете посмотреть на нашем сайте, в ютуб-канале, а также в эфире телеканала 27 января в 18.40. Диана Шилова, Льнатор Влесьяров, Универньюз. Казанский федеральный университет практикует онлайн образование. Как развивается данное направление мы расскажем в нашем сюжете. В Казанском федеральном университете состоялся семинар по развитию онлайн образования. Ректор Ильшат Гафуров встретился с представителями Института управления экономики и финансов, Института вычислительной математики и информационных технологий и Ситуационного аналитического центра КФУ. В семинаре приняли участие проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский и проректор по инновационной деятельности Дмитрий Пашин. Заместитель директора по образовательной деятельности Института управления экономики и финансов Светлана Котенкова представила доклад о положении дел своего института в онлайн образовании и перспективах развития в этом направлении. Одной из проблем является техническая сторона вопроса, а именно недостаточное техническое оснащение для высоких нагрузок. Система может быть распределенной и часть оборудования может быть локализована здесь, в Институте управления экономики и финансов. Единственное, нам с коллегами необходимо посмотреть и составить техническое задание, чтобы понимать, какое количество потенциальных слушателей, потенциальных заявок, возможно, параллельных сессий, для того, чтобы оценить мощности канала связи, поскольку это такое узкое место и зачастую пропускная способность является ограничением. Проректор по образовательной деятельности Дмитрий Таюрский призвал специалистов и дальше развивать систему образования в университете. Решение проблем образования будет тогда, когда мы сможем по-другому совершенно передавать информацию студентам. Рассматривайте все эти онлайн курсы, которые сейчас есть в интернете, те же самые книги, но включите вы их в список литературы студентов, контрольные вопросы дайте. И не надо на этом деньги тратить, надо идти дальше, надо работать над тем, где мы можем быть уникальными. Второй проблемой является отсутствие качественной оценки эффективности и популярности онлайн курсов. Это научное направление, еще раз хочу подчеркнуть, оно статистическое, оно даже такое математическое направление, потому что там все очень доказательно, там есть формулы, там есть алгоритмы четко выверены, есть журналы уже, которые специализируются только на этих направлениях. И это то направление, которое нам сейчас нужно развивать, оно развивается на стыке таких статистических методов и психологии. Ректор Кафуэль Шадгафуров назначил ответственное подразделение за сбор информации об онлайн образовании в университете. Создайте проблемную, ну то есть группу, которая изучает все эти вопросы и находит ответ. У нас будет один центр, но он будет носить распределенный характер. Центр ответственности в целом и концентрации всех идей будет в ситуационном центре, который мы попросили возглавить как раз Тимирхан Булатович. Артем Тупичкин, Александр Юдин, Виолетта Басова, Универньюс. С 23 по 25 января в Казанском федеральном университете проходит конференция по литературоведению и эстетике, посвященная памяти Татьяны Александровны Геллер. О ней наш следующий сюжет. Десятки школьников, студентов и профессоров собрались в стенах Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ для того, чтобы обсудить актуальные вопросы литературоведения и эстетики. Трехдневная конференция не случайно носит второе название «Татьянин день», ведь она имеет прямое отношение к Татьяне Александровне Геллер. Конференция проходит в 16 раз каждый год. Татьяна Александровна Геллер – это доцент Казанского педагогического университета. Она умерла в 2003 году и по инициативе ее учеников уже в 2004 году была проведена первая конференция ее памяти. Уникальность конференции подчеркивается тем, что на ней своими научными изысканиями делятся как профессора со стажем, так и студенты и даже школьники. Камиль Глимазденов, Виолетта Басова, Универньюз. 27 января 1944 года, ровно 75 лет назад, была окончательно снята блокада Ленинграда. В память об этом в лице имени Лобачевского при Казанском федеральном университете был проведен ряд мероприятий, об одном из которых мы и расскажем в нашем следующем сюжете. Ленинград Читают лекции для казанских школьников, участники лекторской группы при Совете ветеранов. Кроме открытого урока с участием детей войны, то есть тех, кто родился с 1928 по 1945 год, в актовом зале лицея Лобачевского КФУ было также организовано театрализованное представление из четырех частей на основе исторических документов, предоставленных школьникам. Камиль Гемоздинов, Ленар Довлетяров, Универньюз. 24 января состоится открытие «Школы здоровья» в университетской клинике КФУ. В этот день здесь можно прослушать полезные лекции, пройти флюорографию и сделать анализ крови. Подробности о событии в нашем сюжете. 24 января на базе университетской клиники КФУ состоится «Школа здоровья». Это первый подобный проект Казанского университета. Это научно-популярное мероприятие для населения города, так сказать, для обывателя, да? Которое направлено на то, чтобы повысить приверженность людей к профилактическим мероприятиям. В течение вечера с лекциями на медицинские темы выступят практикующие врачи клиники КФУ, преподаватели Института фундаментальной медицины и биологии. В программе проекта также заявлены интерактивы и экскурсия по университетской клинике Казанского университета. Стоит отметить, что среди гостей вечера состоится розыгрыш трех чекапов. Комплексного обследования сердца, а также специальных обследований женского и мужского здоровья. Чекап – это программа ранней диагностики, позволяющей в короткий срок провести набор анализов и исследований и выяснить состояние организма. Принять участие в мероприятии может любой желающий. Проделись регистрацию на сайте Таймпад, набрав в поиске «Школа здоровья КФУ». Диана Шилова, Универньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следите за нами в социальных сетях и будьте всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok